Продолжение следует... Продолжение следует... И мы обсуждали вопрос, а при чем библиотека иностранной литературы и Армения, и славяне. Я хочу сразу подчеркнуть, что это как раз то, для чего библиотека и существует. Библиотека иностранной литературы, которая в следующем году будет начинать отмечать свой 100-летний юбилей, изначально создавалась как Центр по изучению иностранных языков, иностранных языков массы. Но в дальнейшем, и благодаря нашим удивительным, прекрасным директорам, как Маргариту Иванову Домино, как Вячеславу Силовичу Иванову, Екатерине Евгеньеву, библиотека переросла и стала Центром межкультурного диалога. Старается выстраивать в наше непростое время то общение, которое не хватает. Мы стараемся сейчас в какой-то степени разобщаться, и каждый старается жить по каким-то своим определенным направлениям. А вот наша задача в библиотеке иностранной литературы постараться научить нас анализировать, научиться друг с другом общаться. Самое главное, нам надо научиться и уважать друг друга, уважать другую точку зрения, уважать дискуссию. И путем дискуссии, уважающей друг друга, вырабатывать абсолютно грамотное и четкое понимание того, что мы можем сделать для того, чтобы сделать нашу жизнь лучше. Поэтому и здесь вот у нас в нашем зале сегодня представлена литература различных стран, славянских стран. Здесь же у нас участвует в нашем круглом столе и присутствует руководитель Центра Франкотека. Это говорит о том, что вот то, что мы хотим обсуждать и о чем мы хотим говорить, это то, что мы, в принципе, для чего мы и созданы на этом шарике. Для того, чтобы научиться друг друга понимать. Поэтому я очень признателен, что Библиотека иностранной литературы вписалась в программу правительства Москвы по проведению дней армянской письменности. Мы очень признательны Союзу Армян России за то, что они выбрали нашу площадку для проведения этого круглого стола, этого мероприятия. Надеемся, что это начало нашего длительного и взаимовыгодного сотрудничества. Я очень признателен всем и желаю вам приятного и очень вдумчивого обсуждения, потому что программа у вас великолепная и очень интересная. Спасибо вам огромное. Всех вам в ларк. Берегите себя. Спасибо. Спасибо огромное, Павел Леонидович. И я рада, что у нас сегодня в гостях первый вице-президент Союза Армян России Гукасян Мусик Лера Зургниковна. Поряд ли? Пожалуйста. Спасибо большое. Здравствуйте, уважаемые коллеги, друзья. Я хотела бы начать со слов благодарности всем, кто сегодня находится здесь, кто вместе с нами в прямом эфире наблюдает за тем, что происходит здесь, в библиотеке. Мы впервые на этой площадке отмечаем День армянской преселенности. И сегодня, перед тем, как перед началом этого мероприятия, уже обсуждали наши планы на будущее. Я уверена, что мы здесь первый, но не в последний раз. У нас большие планы, связанные с библиотекой и с действующими здесь центрами. Спасибо департаменту нацполитики города Москвы за поддержку наших мероприятий. День армянской преселенности отмечается в Москве согласно указу мэра города Сергея Семеновича Собянина. Начиная с 2013 года ежегодно Союз Армян России организует это мероприятие. Оно проводилось в Доме литератора, в разных вузах, в Московском государственном университете, в знаменитом институте иностранных языков имени Марии Стареза. Здесь сегодня и студенты, и руководитель, который Армян Эмор Тиросян будет выступать. Спасибо всем, кто нас поддерживает, кто сегодня с нами. Я бы хотела, не с пустыми руками пиши, но я хотела бы подарить книгу, сказал, Леонидыч, вам. Это книга «Поэзия Армения» под редакцией Валерия Брюсова. Но она была издана в 1916 году и нами была переиздана именно в том виде, в каком она появилась в свет чуть больше 100 лет назад. «Поэзия Армения» под редакцией Валерия Брюсова. Надо сказать, что был создан в 1915 году комитет спасения, так называемый. Это наши армяне, члены армянской диаспоры, собрались в 2015 году с мыслями о том, как они могут помочь тем, кто бежал от геноцида. И надо отдать им должное, что, несмотря на огромное множество проблем, которые тогда были, они не оставили без внимания культуру. И вот впервые они собрали, впервые была издана «Поэзия Армении» с древнейших времен, как она называется, до наших дней. И попросили, обратились к Валерию Брюсову с тем, чтобы книга была издана под его редакцией. И Брюсов отнесся очень серьезно к этому делу, привлек на тот момент самых известных и знаменитых русских писателей, поэтов, которые перевели поэзию Армении. И мы сохранили ее в том виде, в каком она была издана. То есть здесь иллюстрация Мартироса Саряна. Мы ее нашли и в этом же виде. В книге есть еще одна иллюстрация другого выдающегося художника Варкеса Суринянца, который был выпускником Лазаревского института. В общем, она, книга была уникальна тогда, уникальна и сейчас. И, как бы продолжая традицию по сближению двух культур, армянской и русской, мы ее издали с предисловием. Предисловие Ара Абрамяна, президента Союза Армении России, посла Другой Голицын Неско, и предисловие писателя и главного редактора литературной газеты Юрия Полякова. Надо сказать, что в то время Брюсов приезжал по приглашению армян в Тифлис, и его принимали, и в том числе его гостил у Аванеса Туманяна. Я хотела бы просто маленький отрывок процитировать. На одном из праздничных обедов в честь Валерия Брюсова Аванес Туманян сказал. Надо сказать, что Аванес Туманян самый народный армянский писатель, и он всегда говорил, что он самый, наверное, русофиль среди писателей того времени был. Вот Аванес Туманян сказал. Неделя пребывания Брюсова в Тифлисе – это настоящий праздник. В дни, когда под тяжестью нашей национальной трагедии мы чувствуем себя физически бессильными, из далекого севера приезжает к нам русский знаменитый поэт Валерий Брюсов и говорит о силе и величии морального духа нашего народа, об армянской поэзии, как выражении аристократизма армянского народа. И теперь русские и русскоязычные армяне, те, которые слыхали лишь о бедствиях Армении, знали лишь о ее жертвах и ужасах, увидят ее поэзию и полюбят ее. Вот позвольте эту книгу подолить вам, передать большой привет от нашего президента Абрамяна. Спасибо вам огромное. Несомненно, эта книга займет достойнейшее место в фонде библиотеки. Я не знаю, кто ее из центров захочет получить в первую очередь, но я думаю, что она однозначно будет пользоваться глубочайшим спросом и интересом всех наших читателей. Огромное вам спасибо. Спасибо вам. В библиотеке всегда приятно получать в подарок книги. Спасибо большое. Низкий поклон вам. Спасибо вам большое. Ну и хотела сказать, что это первое мероприятие в рамках Дня армянской письменности в Москве. Завтра и послезавтра у нас мероприятия будут продолжены на ВДНХ в павильоне Слова и в павильоне Армении. Спасибо всем еще раз и желаю успешной работы. Спасибо, госпожа Усик. И я с большим, особым удовольствием сейчас хочу передать слово для приведения нашего круглого стола. Модерировать сегодня будет удивительный поэт, писатель, переводчик, художник, руководитель культурных проектов Союза Армян России. Невероятно энергичная женщина. Моя подруга, можно так сказать. Нина Михайловна Габриэльна. Пожалуйста, Нина. Спасибо. Спасибо ей большое за эту идею, за этот круглый стол. И очень символично, уже некоторые коллеги знают о том, что мы с Ниной познакомились как раз во время Дни славянской письменности культуры. И как раз в эти дни приходят не армянской письменности. Есть в этом какой-то особый знак. В общем, добрый путь, новое начинание. И приятного всем вечера. Спасибо. Но мы не представили директора Центра славянских культур Елену Павловну Маршенко. Я зарапортовала, спрошу прощения. Мы в течение месяца, понежно, раз на дню разговаривали. Но надо было учитываться, забыть фамилию, конечно. Вы знаете, это круглый стол. Мы такой проводим впервые. Мероприятия, посвященные армяно-российским и армяно-русским отношениям в области литературы, культуры, живописи, музыки, мы проводили очень много. И в течение многих лет проводили, проводим, будем проводить. А вот круглый стол, в котором мы попытаемся посмотреть культурные связи между армянами и славянскими народами, это наш первый круглый стол. И, надеюсь, не последний. Мы рассматриваем его и как праздничный, поскольку он в рамках праздника дней армянской письменности, и в каком-то смысле как рабочий, как пилотный проект. Естественно, мы не сможем в рамках небольшого круглого стола, тем более в условиях социального ограничения по времени, нас попросят в четверти восемь отсюда улететь. Конечно, мы не сможем охватить всю проблему и все целиком. Поэтому очень мерцательной такой нитью, некоторые только аспекты наметим, посмотрим. У нас сегодня несколько выступающих оффлайн. И у нас будут видео выступления из Польши, Армении и из города Малакаламска, куда перебралась одна из наших выступающих. Значит, я рыдаю, честно говоря, уже мало свой доклад, чтобы мы уложились во все время. Почему? Потому что материала много. По каким-то странам его... Я говорю только о материалах на русском языке. По каким-то странам и народам их очень много, в частности по России, естественно, и по армяно-русски. То есть по каким-то меньше. Я надеюсь, что наш стол круглый послужит, как бы стимулирует дальнейшие исследования в этом направлении. Так как кто у меня показывает? Значит, я буду говорить очень тезисно. Поскольку о литературных... Значит, Россия. О литературных армян-русских связях у нас сегодня будет выступление. То я скажу только несколько слов потом об образе Армении в русской живописи. Нажимаем. Вот, значит, 18-й век. Михаил Матвеевич Иванов, знаменитый художник, в самом начале 80-х годов вместе с русскими войсками посетил Кавказ. Это его портрет в кисти художника Якова Васильева, созданный в 1818 году. В 1780 году Михаил Матвеевич был определен в штаб фельдмаршала Григория Потемкина. И вместе с русскими войсками попал на юг. Сопровождал фельдмаршала в его походах. И по его личному указанию должен был следующее. Изобразить достопримечательные места и важнейшие события. В результате Ивановым было выполнено большое количество работ, в частности видов Армении и... Двигаем, двигаем дальше. Армении, я буду махать рукой. Армении и Грузии. К сожалению, многие пропали, не все до нас дошли. Но кое-что дошло. Вот две работы. Это вид Ашмиадзина в Армении. И следующая. Вид трех церквей Араранских в Великой Армении. Теперь двигаемся во времени дальше. Машу. Князь Григорий Григорьевич Гагарин. Годы жизни 1810-1893. Князь Гагарин был русским художником, иллюстратором, исследователем искусства, архитектором. Это его портрет, кисти художника Виктора Боброва, написанный в 1867 году. Гагарин прожил длинную творческую жизнь, большую. Годы его жизни 1810-1893. Но самым плодотворным был его кавказский период. Творчество на рубеже 30-40-х годов. Во время выполнения военно-дипломатической миссии на Кавказе он участвовал во внушем экспедиции в качестве художника. Результатом этой экспедиции сделались многочисленные этюды, выполненные карандашом и акварелью. Итогом этого периода является его альбом «Живописный Кавказ», который содержит многочисленные виды Армении, Грузии, Дагестана, Чечни. Вот это его работа «Армения. Ичмядзинский монастырь. Два вида». Издание было очень дорогим, было издано альбом. Тираж 300 экземпляров распространялся только среди подписчиков, и в числе которых был император Николай I, который лично подписался на 50 экземпляров. Поближе к нам Павел Дубарфоломеевич. Вы извините, что я вот мчусь на такой дикой скорости, у нас будут выступающие, и мне не хотелось бы, чтобы, ну, кого-то бы дискриминировали, и кто-то не успел. Павел Барфоломеевич Кузнецов, выдающийся русский художник, годы жизни 1878-1968, в общем, 90 лет прожил. Кузнецов родился в Саратове в семье иконописца. В 1897 году поступил в Московское училище живописи, ваяния и зончества. Во время учебы у него сложился круг друзей и единомышленников, среди которых был и будущий великий армянский художник, «Бартирос Сарьян». Их связывала на протяжении всей жизни большая дружба. Они оба учились в одном и том же училище у выдающихся русских художников Константина Коровина и Валентина Серова. Они вместе принимали участие в выставках «Голубая роза», «Союз русских художников», «Мир искусства». Вот эти выставки, что я перечисляю, это очень знаковые выставки. И тот период творчества русских художников и Сарьяна, он очень высоко ценится у коллекционеров и этих работ. Практически сейчас мы что-то можем видеть в музее, что-то по частным коллекциям. На закате лет Кузнецов вспоминал в письме к Сарьяну. Мы с тобой вместе участвовали на одних выставках, как в России, так и за границей. И если территориально мы были разобщены, то духовно и творчески не порывали связь друг с другом. В 1830 году Кузнецов едет в Армению. И эта поездка вызвала к жизни цикл картин, в которых, по словам самого художника, он пытался воплотить коллективный пафос монументального строительства, где люди, машины, животные и природа сливаются в один мощный аккорд. Вот картина из этого цикла. «Мост через Ангу». Следующая. «Обработка арктикского туфа». В общем, уникальная работа по композиции. И следующее. «Строительство в Армении». Переходим к следующей художнице. Это Надежда Андреевна Удальцова. Это очень известная художница русская, советская. Художница-авангардистка, работавшая и в манере кубофутуризма, и супрематизма. Годы жизни 1886-1961. В 1933 году она вместе со своим мужем, художником Александром Древиным, отправилась в Армению в творческое путешествие. Результатом поездки стал цикл работ, посвященных Армении. Мы сейчас вот увидим несколько. Армения-Норд. Пейзаж Армения. Сбор винограда. Вот я об армяно-русских связях ограничусь сегодня вот этим маленьким, небольшим рассказом о связях в области живописи. Тут и по живописи можно много чего еще говорить, и о современных художниках. Но, значит, я перейду сейчас в Беларуси. И скажу несколько слов об армяно-белорусских связях. Ну, в первую очередь мы должны здесь вспомнить классика белорусской литературы Янка Купала. Это поэта, переводчика, драматурга, публициста. Надо сказать, что у Купала были личные отношения с армянскими писателями. Я не очень быстро говорю. Нормально? На Первом всесоюзном съезде Союза писателей и советских писателей в 1934 году Купала знакомится с Мариэтой Шагинян. Ну, вы знаете, известной советской писательницей армянского происхождения. Шагинян больше вспоминала его, как, цитирую, «воистину поэта своего народа, огромной душевной и духовной привлекательности». В 1935 году гостем Белоруссии становится армянский поэт Нейли Зарьян. Они вместе... Нет, мы стоим. Нет, нет, не двигаем, не двигаем, стоим. Я не стала все фотографии, потому что очень бы это... Ну, нам расширило бы доклад. Зимой 1935-1936 годов Купала и Зарьян вместе выступают на литературных вечерах в Минске, Пуховичев, Кополе, Бобруйске. В Армении Купала побывал в 1939 году на седьмом пленуме Союза писателей, посвященному тысячелетию армянского эпоса Давид Сосунский. И к армянскому народу он обратился с такими словами. «Вашу страну гор и бурных рек, виноградных садов и кристальных ручьев, меня послал народ страны дремучих лесов и тихих рек. По-разному прекрасны наши страны, но одна и та же живет в них душа». Купала побывал в Армении дважды, ездил на Севан, посетил Ичмятзин, Гарни, монастырь Кегард. Позже он с искренним восхищением упоминал богатую культуру Армении. Особенно поразило его мастерство строителей камнереза. Он писал так. «Уже полторы тысячи лет назад армянские архитекторы строили великолепные храмы, и народ Армении выдвигал из своих ритов изумительных мастеров резьбы по камню». Надо сказать, что Купалу очень много переводили на белорусский язык, и переводили его крупнейшие армянские поэты, в частности, Парур Сивак и Нейризарян. Я не буду сейчас рассказывать о армяно-белорусских связях в новейшую историю, в нынешние дни. Скажу только, что и армянскую поэзию переводят сейчас на белорусский язык, особенно выделила бы переводчика, не здравствующего, Наума Кульперовича. И армяне переводят белорусскую поэзию на армянский язык. В частности, переведет классик белорусской литературы Франциск Карина. И не только. Извините, мчусь голубом дальше. Украина. А нет, подождите, пока это никого не будет. Ну ладно, пусть Тарас Григорьевич за нами посмотрит, нам поможет. А я скажу про другое. Что, по мнению ряда исследователей, армянские поселения появились в Украине, начиная с 11 века. И довольно теплые и дружеские отношения, сложившиеся в деревнях, в поселениях между армянами и украинцами, нашли свое отражение в литературном творчестве, а именно в народных песнях. Так вот, простит меня Елена Павловна, носитель украинского языка, я буду читать по-украински. Значит, вот народная песня, она еще дореволюционная, но, значит, и, как пишут исследователи, в 60-е, 70-е годы прошлого столетия их еще пели в украинских деревнях. Верменочка поня... Да, я сказала о любви парня украинца к армянской девушке. Верменочка поняночка по саду гуляла, Вона миле молодого с розу музвела. Ой, рада бы, верменочка, веночек поднимать, На меткой шовковую голову покрыть. Ой, рада бы я верменочку за рученьки взяты, Та и на белый ручничок перед богом статы. Дальше я уже читать не рискну, Это, извините, все мои силы ушли на это чтение. Вот, но сразу перейдем к такой мощной фигуре, Как Тарас Григорьевич Шевченко. Это великий украинский поэт, Прозаик, мыслитель, живописец, График. Но у нас сейчас не некоторый такой разрыв образовательного шаблона. Я не знаю, вот здесь много молодых, Как бы знакомы ли они с биографией Шевченко. Мы-то все время в школу проходили. Но, значит, кто заинтересуется, Отсылаю просто к замечательному советскому фильму Тарасу Шевченко. Он есть на ютубе. Можно посмотреть. А я буду говорить коротко, Только применительно к нашей теме. Ну, годы жизни Шевченко 1814-1861. Он очень мало прожил, Но это выдающийся, глубоко чтимый И в украинской литературе, И в живописи, И в мировой литературе поэт. Ну, я скажу несколько слов О связях Шевченко с армянами. Ну, может быть, вы знаете, А может быть, не знаете, Что Шевченко был крепостным помещиком Энгельдарда. Обратив внимание на то, Что его молодой крепостной Проявляет способности к живописи, Энгелькард отдает его Учиться живописи К Яну Рустему В городе Вильно, Так тогда назывался Вильнюс. Рустем был профессором И руководителем школы живописи В Вильнюсе, Где Шевченко проучился В течение какого-то времени. Исследователи большинство Сходятся во мнении, Что Ян Рустем был армянином, Отец у него был армянский купец Католического вероисповедания, А мать француженка. Следующее знакомство Шевченко с армянами Уже было в Петербургской Художественной академии. Тут я должна все-таки Как бы напомнить, Что большими усилиями Именно русских друзей, Выдающихся деятелей русской культуры, Шевченко был выкуплен У помещика, Получил свободу, И в 1938 году Он поступает в Петербургскую Академию художеств. Среди его товарищей и друзей Были Степан Нерсесов, 1815-1884 год, Впоследствии крупный Армянский портретист, Автор первых жанровых картин, И астраханец Мовсес Меликов, Меликов. Ну, известна только дата рождения, 1818-я. Знакомцем там Шевченко был выпускник Академии художеств, Впоследствии великий маринист, Иван Константинович Айвазовский. Ну, вы знаете, Что Айвазовский был армянином. В своей автобиографической Повести художник Шевченко пишет о том, Что личное его знакомство С Айвазовским Произошло в 1840 году, Когда тот, То есть Айвазовский, Приехал из Фиадосии в Петербург, Чтобы в числе Нерских стипендиантов Академии отправиться в Италию. Шевченко так описывает. На другой день, Когда мы хотели приступить к лекции, Приехал из Крыма Айвазовский И остановился у нас на квартире. То есть Айвазовский Какое-то время Шевченко жил в одной квартире. Ну, справедливости надо сказать, Что у них не очень сложились отношения, Но это тема как бы Отдельного исследования. Кто был прав, кто виноват. Мы сейчас не будем разбираться. Художники, народ сложный. И, скажем, Перейдем к последней странице Связей Шевченко с армянами. Содержательная страница В истории армянских связей Шевченко Это его общение с армянами Острова Мангышлаг. Я напомню, А если кто не знает, расскажу, Что в 1847 году 33-летний Шевченко По ректорской провинности Был определен рядовым военную службу С запретом писать и рисовать. Это уже какие-то политические дела. Это было по указу 3-го отделения Политическая полиция. Какое-то время он отслужил солдатом. Потом в том же качестве И тоже с запретом писать и рисовать Его отправили на остров Мангышлаг В 1850 году. Современники оставили описание Последнего места ссылки Шевченко. Небольшая огражденная церковь, Коментанский дом, госпиталь И несколько кирпичных фределей Для нижних чинов и офицеров. Около нее под горой Несколько армянских лавок, А вокруг голая степь И никаких признаков растительности. Там Шевченко знакомится С заезжим армянским священником. Это происходит на именинах У коменданта крепости Маевского, Который благожелательно относился К Шевченко. Вот как пишет казачий офицер Сурала Никита Савичев Об этой встрече. На именинах коменданта Было весело и приятно. Сошелся весь народ теплый, Шевченко сиял. Мы сидели с ним по обе стороны Армянского священника, Приехавшего для исполнения Христианских требов, Кжившим в укреплении армянам. Это был замечательно умный И образованный григорианец. И говорил по-русски в совершенстве. Шевченко прилепился к нему. В свою очередь и священник Очень заинтересовался Тарасом Григорьевичем. Но украинским Шевченко ведом Удалось узнать все-таки имя Этого собеседника Шевченко. Им оказался священник Астраханской армяно-грегорианской церкви, Как тогда это называлось, Мхетаров Меней Мхетарович. Следующее. Шевченко уже в 19-м, Во второй половине 19-го века В армянской периодике Стали появляться статьи И другие материалы о Шевченко. Его стихи, по всей видимости, Пришлись очень по душе армянскому читателю. И Шевченко много переводили на армянский. Несколько сборников выходило. А в 2013 году в Ереване Был установлен памятник Великому украинскому поэту и художнику. Двигаемся. Очень коротко. Видное место в истории Украинско-армянских связей Придлежит Павлу Арсеньевичу Гробовскому 1864-1902 год. Украинскому поэту и переводчику. Скажу только, что он переводил На украинский язык Рафаэла Подканяна, Его знаменитое стихотворение Слезы Аракса, Смбата Шахазиза, Иоаннеса Иоаннисяна, Аванеса Туманяна, Александра Цатуряна. Надо делать отдельный вечер, Посвященный ему. Но мы перескакиваем И, конечно, мы не можем, Говоря об армяно-украинских связях, Не вспомнить Павла Григорьевича Тычину 1891-1967 год. В 1923 году В Харькове, Тогдашней столице Украинской ССР, Павло Тычина Начинает изучать разные языки, В том числе армянский. В сентябре Вместе с женой Лидией Петровной И поэтом Василием Мисиком Он побывал в Армении. Тогда же состоялась Его первая встреча С писателем Иоаннесом Иоаннисяном. Как вспоминал Тычина, Смеялось солнце с высоты, Река Цанга По всем Цезангу имеется в виду, Сверкая в солнечных лучах Неслась вдаль, Вершины гор в захмаренных раздумьях. Сердце мое так и заиграло, Заплясало, Когда я увидел, Что сам патриарх Армянских поэтов Посеребренной сединой Ждал в воротах. Я соскочил с пролетки И быстро зашагал К Иоаннесиану. Мы обнялись как друзья, Как родные, Хотя до этого дня Ни разу друг друга не видели. Ну, за три дня пребывания В доме Иоаннесиана Тычина не только углублял Свои знания армянского языка, Он познакомился там С Аветиком Исаакяном, Классиком армянской поэзии, Исаакяна уже тогда Воспринимали как живого классика, Обсуждал с ним проблемы, Связанные с подготовкой Армяно-украинского И украинско-армянского словарей. Тычина перевел На армянские произведения Иоаннеса Туманяна, Иоаннеса Иоаннесиана, Акопа Акопяна, Имиша Чаренца и так далее. Много еще можно о нем говорить, Но мы сейчас идем дальше И скажем несколько слов О Витере Качевском. Я его знала, пересекалась с ним На первом празднике переводчика, Который отвечался в Армении Годы жизни 1923-2005, Занимался переводами Армянской поэзии, Исследованием ее классики И украинско-армянских связей. Вообще по Украине много материалов, Это я так очень бегло говорю, Ну, может, поменьше, Чем по России, Но тоже много. В 1976 году За цикл стихов Бареф, моя Армения Он удостоен премии Павлу Тычины. В 2004-м Премии Максима Рыжского За высокохудожный перевод И Абасадарит Сосунский На украинский язык. Лауреат премии Уванеса Туманяна. Ну, и, не знаю, у меня вопрос. У меня где-то на страничку Есть еще о Болгарии. Может, мне остановиться, Дать другим потом вернуться? Или выдержите? Не устали? Тогда Болгария. Хотелось бы больше, Но пришлось просто даже странное отсекать. Вот в Чехии много материалов. Ну, нет. Значит, если мы говорим о Болгарии, то, конечно, в первую очередь это фигура великого болгарского поэта Пею Ябарова. Так, как бумажка, шпаргалка убежала. Так, Пею Ябаров родился в 1878 году, умер в 1914. Это болгарский поэт, основоположник болгарского символизма. Очень чтимая фигура в Болгарии. Окончив Черпанскую гимназию, Ябаров отправляется для продолжения образования в Пловдев. Поступает там в гимназию. Там он поселяется в доме армянки по имени Сима. Через какое-то время переселяется в населенный армянами квартал на квартиру Аник Токазян. Это было то время, когда большая часть болгарской молодежи была проникнута социалистическими настроениями. Ябаров был членом одной из студенческих революционных групп. И в это время в Армении, так сказать, начинается, это конец 19 века, в Западной Армении, которая входила и входит в состав Турции, начинаются очень сильные притеснения армянского населения. И болгарская молодежь, революционно настроенная, призывает протянуть руку братской помощи армянскому народу. От друзей, посещавших дом Токазянов, Ябаров узнает чудовищные подробности резни, которая уже началась, резни армян, которая уже началась в Турции. По причинам финансового характера он возвращается домой, устраивается на работу служащим телеграфа на станцию Скобилова. Начальником станции в то время был армянин инженер Барунак Григоря. На станции в окрестностях жили семьи армян, ремесленников и торговцев. Большая часть служащих тоже была армянского происхождения. Как в 1800, Ябаров очень, сблизился с армянами, дружил, интересовался и армянской культурой, и бытом. А в 1896 году, как вы знаете, это пик первой волны геноцида армян в Османской империи. И истребление армянского народа принимает огромные масштабы. И через станцию Скобилова вглубь Болгарии устремляются караваны армян, спасшихся от резни. Часть беженцев обосновывались на станции в ее окрестностях. В начале 99-го года, 1899-го, Ябаров назначается начальником телеграфа станции Стралджа. И сюда накатилась волна армянских переселенцев. Он все теснее становится, его связь с армянами, дружба, духовные связи. Он все чаще-чаще встречается с ними, вместе сидит за столом, ведет интимные беседы. И в 1899-м Ябаров пишет свое знаменитое стихотворение «Армяне», которое болгарские следствия считают одним из лучших у Ябарова и вообще одним из сильнейших стихотворений болгарской литературы. Его переводили неоднократно на армянский, есть несколько переводов на русский. Я прочту отрывок, оно большое, и на этом я, наверное, закончу. Мне больше всего нравится как перевел его на русский Гурген Баренц. Пире Ябаров «Армяне». Изгнанники жалкие, щепки, обломки, народа, который прошел через ад, их матери в рабстве, пустые их котовки, они как ростки, пережившие град, ютятся в чужбине вдали от отчизны, худые и бледные плачут и пьют, вином заливают страдания жизни и песни сквозь горькие слезы поют. Как стадо, гонимое алчущим зверем, они разбежались по странам чужим, тиран бесновался, он был прицемерен, жесток был в расправе и неудержим. Несчастная родина в рубящих ранах, сожжен и разрушен домашний очаг, чужие они в обживаемых странах. Их рад приютить только этот кабак, все пьют и поют, их нескладная песня, бальзам для их ран и разбитых сердец. Их праведный гнев никогда не исчезнет, и слезы их душат и жгут, как свинец. Ну, чтобы не заканчивать свой доклад на трагической ноте, я должна сказать, что армяне хорошо адаптировались в конечном итоге в Болгарии, там очень приличная община. Вот, когда мы северпалны были в Болгарии на фестивале «Славянское объятие», то мне все время подаводили, говорили, вот этот армянин, этот армянин, этот армянин. И там хорошие отношения у болгар и армян. И я думаю, нам есть, но материала тоже очень много, она не ограничивается только Яворобом. И сегодняшний день есть и исторический аспект. Я думаю, мы сделаем отдельный какой-то армяно-болгарский вечер. А на этом я заканчиваю. Я старалась как можно быстрее и короче, но все-таки как бы мы должны были посмотреть хотя бы несколько стран, чтобы иметь какой-то общий обзор. А сейчас мы посмотрим с вами, нам прислала еще в сентябре свое видео выступление замечательная польская поэтесса Калина Изабелла Зиола. Она живет в Познании, потому что она сейчас нам все сама расскажет. Добрый день, дорогие друзья. Я называюсь Калина Изабелла Зиола, поэтесса, переводчика и журналистка из Польши. Хотелось бы немного сказать о моей связи с Арменией, о моих дружбах, поездках в Армению, о всем, что связано с Арменией. Моя знакомость с Арменией начала в 2012 году, когда поэты из Армении приехали в Польшу на фестиваль. я поехала на фестиваль в Армению, приглашана через союз писателей. Поехала и там познакомилась с многими поэтами и писателами Армениями. Это была первая книга, которая была в нашей местной работе. Потом я еще перевела Эдварда Милитониана поэты, 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 поэты. Эдвард Милитониан это представитель союза писателей Армении. Когда я это перевела, Гагик мою книгу перевел на армянский и союз писателей издал в Реваню мою книгу «Як крухий люд, как шрупкий лед». И это были уже три книги нашей местной работы. Потом мы сделали три антологии полско-армянские. Это были «Полско-армянские» и «Армянско-Полска». Потом еще одна «Диалог». Так что с нашей работы, с моей связи с Арменией много книг было. Я ездиала еще на фестивали, была на фестивале «Литерарий Арк» в 2016 году. И там была промокия этих всех книг, антологии и книги моей, Габи Кадавтияна, и Эдварда Милитоняна. И на этом фестивале я получила очень хорошо, хорошее, хорошее, членство, честное, членство, союза писателей Армении Армении. И «Золотой медаль» «Писатели Армении». Для меня это очень честно было, я рада была, и дальше мы работали еще в месте. Потом была в 2018 году в Армении. Это такая красивая страна, что я не могла выдержать. И в 2018 году не было фестивала, только я поехала на экскурсию, чтобы посмотреть снова и встретиться с друзьями моими, поэтами, многих, многих поэтов я там знаю. Между другими есть тоже молодая поэтесса Сона Хамбардзум, поэт Эдвард Харенц, тоже очень хороший поэт. из этих молодых. Так как поехала в 2018 году, там в это время была бархантная революция. Я тоже участвовала в этой революции, потому что мы ездили по дорогах, на которых блокады были. Мне это не мешало, мы ездили. Как была блокада, мы тоже сидели на этих блокадах, танцевали, пили коньяк армянский, так что весело было. Это была революция, где не было никаких, 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 мертвых, не было крови, брат брата не убивал, только спокойно, все так бархантно было, как с нами всем. когда окончилась революция, я еще была тогда в Армении, то я тоже танцевала на площадке революции Революции, в Революции, и радовала со всеми. последний раз, когда я была в Армении, это было в 2019 году. Раньше еще Гагик Дахтиян и Эдвард Милитонян были в Польше на фестивале в ноябре и участвовали в фестивале и привезли мне очень, очень, очень великую награду. Это был сертификат, сертификат литератский. Это было за высокое качество моих переводов и за пропагирование литературы армянской в Польше и в мире. Я много делаю вечеров авторских, поэзии армянской в Польше и приглашаю, если можно, если есть такая возможность, приглашаю армянских музыку. Например, были у меня на вечерах братья, братья Саех, Джордж и Арамо. Очень знаменитые мальчики играют очень красивую армянскую музыку. Когда я делала раньше, вечером поэзии армянской, приглашала тоже бывшего посла Армении в Польше, Эдгара Газарьяна. Он приезжал, приезжал, читал со мной, я читала на польском, он читал на армянском языке, стихи армянские. Приезжала тоже его женка, Марьяна, красивая, очень женщина. И дети его, мы очень подружили с его семьей. Как была в Ирване, они приглашали меня в свой дом, на ужин, чтобы поговорить, побеседовать. Очень приятно было. Ну и последний раз, когда я была в Армении, это было в прошлом году. В этом году до мая не будет, потому что пандемия. Это был фестиваль писателей, поэтов и переводчиков в Цахадзорже. Там я познакомилась с армянской поэтой, которая живет в Москве, Нина Габриэлеан. Она тоже художница, очень красивые картины рисует. И там получила, думаю, самую великую награду, премию, какую могла получить. Это награда святых переводчиков. Называется Кантех. Признают его духовные акции Эчмядина и союза писателей Армении. Это Эчмядин. Диплом этой награды. Так что это самая большая награда моя. Я очень люблю Армению, люблю людей из Армении. Это очень сердечные люди. Думаю, что как окончится пандемия, я снова пойду, потому что люблю переводить поэзию армянскую. Она мне говорит в душу. Мне приятно эти переводы делать. И приятно мне встречаться с людьми, смотреть на горы Армении. Это для меня огромная приятность. Думаю, что мы еще будем встречаться не один раз. Теперь окончу эту встречу с вами. Но думаю, что не прощаемся навсегда. До свидания. Спасибо. В общем, чувство колено Юзабелло ведь говорило не в родном языке, а так как давние это бежало. А также лично. Сейчас одну минуточку. Продолжение следует... 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 Музыка, поэзия, методы преподавания – это все входит в один метод. Это называется комплексное обучение. То есть что это вообще означает? Знаете, дело в том, что еще Жан-Жак Руссо, еще и немецкая школа, представители немецкой школы, они выдвигали вот этот момент. Язык просто так не преподается. То есть язык – это с помощью других предметов, других дисциплин. Это я уже не говорю, что там психолингвистика, этнолингвистика, социолингвистика. Я имею в виду именно преподавание. То есть преподавание с помощью математики, с помощью истории, с помощью географии. Я уже не говорю уже с помощью рисования, то есть с помощью пения. Ну, четко говорю, потому что действительно рисовать и петь – это самые главные моменты, которые помогают для восприятия иностранного языка. Мы обучаем всего четыре года. Вы представляете, то есть через четыре, ну, они учатся всего вот столько-то времени, и они должны получить диплом, да, где написано армянский язык, да, как второй иностранный язык. И, знаете, дело в том, что как лингвист я думала, что действительно грамматика языка, грамматика или синтакс языка – это не просто так ты преподносишь, и они это понимают. То есть тут нужны переводы, тут нужны сопоставительные анализы, тут нужны обязательно песнопения, то есть сопоставляешь и музыку, и культуру, и языки. То есть получается, что мы язык представляем, даже если фонетическую систему, да, мы обработали такой интересный метод преподавания именно языка, фонетической системы армянского языка. Вот я очень интересный пример приведу, чтобы было понятно. В армянском языке есть, конечно, ну, больше букв, чем латинец или там кириллиц, но дело в том, что мы должны осознавать, в чем заключается вот эта разница, да. Например, мы говорим, что у нас есть А, Э, И, О, У и П, К, Т, Ц, Ч, да, хорошо. Для русского человека, может быть, сложно сказать П, К, Т, Ц, Ч, но я поняла, что самое сложное, когда мы произношим именно гласные звуки, потому что армянские любят петь, да, армянский пеучий язык, хотя очень твердый язык, русский мягкий язык, русский звучит, там есть окончания, префиксы, суффиксы, которые украшают русский язык совсем по-другому, да, с другой стороны, от другого ракуса. А вот армянский твердый язык, но там фактически фонетическая система играет свою большую роль. И действительно, когда мы учим элементарно произносить букву А правильно, да, не Армения, не Хаястан, а Хаястан, ну, например, да, это как бы входит, конечно, армянский входит в индоевропейское семейство, конечно, это сестринские языки с английскими, с романскими, с французскими языками, с русскими, ну, понятно, но в чем заключается, как преподавать этот язык? Конечно, сразу мы говорим, армянский корневой язык, нам важны корни. То есть, если с самого начала мы пытаемся у студентов, да, вложить вот этот момент, то есть, если языковая система, значит, звуки произносятся особо, и действительно, основы это гласные звуки. Если мы проходим уже словообразование, то значение слов преподносится совсем по-другому, да, потому что наши войны, слова в разных языках играют свою особую роль. Ну, конечно, в синтаксисе мы это обязательно сравниваем, контекстуальные всякие образы, то есть, получается, что мы хотим наше время как-то взять как бы в руки и понять мы, как, в какой скорости мы должны достичь результата. Таким образом, мы организовываем у нас в университете очень много таких дебатных ситуаций, да, когда наши студенты вместе там работают. Конечно, конференции, круглые столы. То есть, и это мое оружие, это песня, я вам скажу, и завтра, я надеюсь, что наши студенты, когда вам споют песню... А, как вы сами споете? Ну, это тоже можно. А что? Да. У вас какая-то армянская. Да, это я хочу сказать, что если мы говорим армянский язык, да, в первую очередь мы понимаем, армянский язык, вы на язычной следе. То есть, получается, что психолингвистический аспект тут очень активный. То есть, как осваивается слово, как осваивается звук, как осваивается предложение. То есть, это все входит в одну систему, которая заставляет армянский... То есть, получается, что мы используем комплексный метод, по комплексному методу, то есть, комплексное обучение. То есть, входит туда несколько предметов, плюс история, культура, потому что у нас армянский язык не может преподаваться только как язык, грамматика и все, синтакси, как я сказала уже. И, конечно, осваивание языка – это через этнос. Мы, значит, во время уроков очень часто беседуем, очень часто делимся мыслями, чувствами, потому что очень важно, да, понимать этнос, то есть, язык, к какому этносу принадлежит. Туда входят и народные, обязательно, там, и Таразы, да, наши костюмы этнические, этническая музыка, Сарян, Цуринянс, Башинджайян, ты смотришь, и современные художники тоже. Они о чем говорят? Это все, конечно, способствует, чтобы мы воспринимали это правильно. Конечно, еще сопоставительные работы. Значит, знаете, дело в том, что, действительно, у нас идет еще воспитательное, то есть, не воспитательное, а, как мы скажем, да, педагогическое воспитательное. То, что звучит в советское время, конечно, сейчас тоже звучит. Но тут, конечно, у нас еще один вопрос есть. Преподаватели армянского языка мы должны армянский представить как один из древнейших, один из очень, ну, так, своеобразных классических языков. То есть, это что значит, да? Мы знаем, что есть греческие, что же есть старославянские. То есть, мы обязательно смотрим, анализируем еще произведения на карапаре, на древнеармянском языке. Это очень сложно, конечно, очень сложно. Люди очень мучаются, стараются, но когда понимают, тут, может, одна из наших переводчиков скажет, что действительно это очень помогает, чтобы почувствовать язык. Ну, конечно, мы очень стараемся, чтобы мы смогли достичь до межнационального такого уровня, потому что армянский, во всяком случае, преподается в России не во многих вузах, не во многих учреждениях. И мы очень хотим, чтобы благодаря переводам, благодаря нашим студентам, которые уже очень серьезно на это смотрят, чтобы они смогли еще армянский язык представить в разных сферах и во время разных мероприятий. В общем, то, что я хотела сказать, конечно, спасибо за приглашение. У нас проводятся курсы армянские, как и иностранные, вот так, по комплексному обучению. Если вы вдруг захотите, можете обязательно присоединиться к нам. У нас центр прекрасный. Методика, я уже сказала, очень необычная, очень свободная, очень дискурсивная, да, поэтому у нас, не могу сказать, что мы стандартно проходим армянский язык. Ну, мои студенты, я хочу, чтобы они больше всего выступали, да, потому что я уже все мои знания передаю в учебники, у нас есть книги, которые таким образом и составлены, то есть в свободной форме, но чтобы во главе был не язык, а была речь, да, потому что язык и речь, мы знаем действие языка, как речь. Поэтому, если кому-то нужно будет преподавание, ну, изучать вот так армянский язык, я приглашаю вас в наш вуз, лингвистический университет. Еще раз поздравляю нас с таким праздником, потому что у нас на родине тяжелое время, а вот именно письменность всегда спасала, и я думаю, что это наши непобедимые воины, солдаты. И дай Бог, чтобы мы умели чем гордиться, нашими переводами, нашими связами, нашей культурой, и, конечно, нашими этническими достижениями, можно сказать. Спасибо, я уже не хочу так долго говорить. Спасибо. Но сейчас мы перенесемся в другую страну, вернее, даже в две страны. Нам прислал видео выступления из Еревана, Бабкен Симонян, а рассказывать он будет об армяно-сердских связях. Это человек, по-моему, около 40 лет, посвятил теме армяно-литературных... Как, что-то я уже не по-русски говорю. Будете меня обучать русскому. Армяно-сердских литературных связях и как поэт, и как исследователь, и как переводчик сербской поэзии на армянский язык. Включаем, да? А потом девочки у нас будут. Недавно московская поэтесса, наша соотечественница, известная поэтесса и переводчик Нина Гапрелян позвонила мне и попросила участвовать в проекте «Армения. Глазами славянских народов». Я согласился на ее предложение. Я с удовольствием сегодня хочу поделиться с вами. Но перед тем, как говорить на эту тему, я в основном акцент буду ставить на Сербию. Почему на Сербию? Потому что я ровно 45 лет занимаюсь армяно-сербскими литературами и культурными связями. Но перед тем, как говорить о том, как сербы воспринимают нашу страну, нашу культуру, нашу историю, я хочу вкратце сказать, как воспринимают русские армяне. Ну, вы знаете, что еще в XIX веке Армении восхищались многие известные поэты, как Олонский, Глинка, в XIX веке, конечно. В XX веке Юрий Веселовский, Валерий Брюсов, Сергей Шевлинский, Сергей Гордецкий, который был очевидцем геноцида и написал в лице стихотворение об Армении. Но всем известно, что Брюсов в XVI году в Москве издал антологию армянской поэзии. Он не только переводил, он сам писал об Армении. Все они были очевидцем геноцида Армена в XVIII годах. И все с любовью писали, конечно, с любовью, не только с любовью писали об Армении, они писали об Армении с печалью, конечно. И позже на армянскую тему писали также известные русские поэты Николай Тихонов, Михаил Матусовский, Мандельштам, Додин, Звягинцева, Мария Петровых, Ирина Николаевская. Все они не только писали об Армении блестящие стихотворения, они переводили армянскую классическую поэзию армянских, классиков армянской поэзии. Но Армения нашла свое место не только в русской поэзии, но и в русской прозе. Все мы хорошо знаем замечательную книгу Василия Гроссмана, «Добро вам!», книгу Андрея Бытова, «Уроки Армении», замечательные путевые заметки, Ессе Кима Бакши. Одним словом, хочу сказать, что в русской поэзии, в русской прозе, в русской литературе Армения всегда имела свое почетное место. Но, как я сказал, что в 45 лет занимаюсь армяно-сербскими литературами и культурными связями, я хотел бы сегодня все-таки акцент поставить на Сербию. Сербия, как страна, имела ту же самую историю, трагическую историю, трагическое прошлое, как наша Армения. И наши судьбы тут во многом схожи. И, может быть, поэтому сербские поэты, многие поэты в своих стихах замечательно, очень с теплом, горячо описывали нашу страну, нашу историю, нашу культуру, наши памятники. Их очень много, этих писателей очень много. Я только хочу сказать следующее, что эти поэты, некоторые из них побывали в Армении, лично общались с армянским народом, лично видели наши памятники. Но были поэты, которые не были в Армении. Но как они, я всегда сам себе задаю вопрос, но как они не были в Армении, написали такие впечатлительные и трогательные стихотворения. Вот кто эти поэты. Десанко Максимович, Нираличкович, Бранемиржевойнович, Ранко Симович, Душко Трифонович, Лука Хайдукович, Митрополит Амфилохи, Монир Бойводич, Ирина Церович, Джамония, Бошка Ломович, Прадраг Богданович, Ци, Любовник Чой Ильич, Милан Ненадыч, Драгомир Брайкович, Душко Варкувац, Недель Котельзыч, Милут Инвичович, Ненад Груичич, Владимир Яковичич. Это не все поэты. Нужно их перечислить. Их очень много. Их очень много, потому что, если перечислить, наверное, нам придется 10-15 минут только перечислить имена. Но я сегодня хотел бы остановиться на стихотворении одной поэтессы, великой сербской поэтессы, Десанки Максимович, которая в 60-х годах была в Армении и написала два стихотворения. Одно называется Арарат, другое стихотворение называется Юрия Ивановна. Она три дня следила из своего гостиничного номера, чтобы Арарат появился перед ее глазами, потому что Арарат все время был в облаках, и только на третий день Арарат открывает свое лицо и представляется великой сербской поэтессией. В антологии я включил ее стихотворение Арарат, и сегодня я вам хочу представить в переводе на русском это замечательное стихотворение, в переводе Маргариты Алигер. Но я прежде всего хочу это стихотворение прочитать в оригинале. Као хайдук уза седи Славку зору и вече В ребам с прозора Измеджу палата Да се появи врх Арарата Да магле просаече Прва, друга, третьа зора А он се из долина библийских яви Огроман, несречен и сам Хтела бих руку да му дам Яг и чекам на камене лик Огромный, несчастливый, одинокий Я ему бы руку протянула Протащила бы его сюда Доброе бы что-нибудь сказал Горсть земли армянской протянула бы Несколько камней армянских скал Чтобы он отечество узнал Но вступает день свои права Дождик собирается никак И не слышит Арарат мои слова И как призрак вновь скрывается во мрак И хотя не слышно сердце Арарата И хотя не скоро Лик он вновь покажет Чувствую его, как друга, брата Где-то близко, рядом, как на страже Он стоит огромный и могущий Как народ его родной велик И все жду я Он раздвинет тучи И откроет свой ремневый лик Вот такое замечательное стихотворение Написала поэтесса Даже она в этом стихотворении Видела какие-то нюансы Которые, может быть, многие поэты И не замечали наши армянские поэты И еще я сказал еще одно стихотворение Которое называется Юлия Иван Но Арарат уже Арарат такое Стихотворение Арарат Все эти ее эмоции такие густые Такие трогательные Что просто невозможно Равноношно к этому относиться Я хотел сегодня Также говорить еще о чем Многие сербские писатели Вообще побывали в Армении Художницы были Три художницы сербские Чьи выставки я лично открывал в Армении В центре народного творчества Здесь, в Ереване Журналисты пребывали в Армении Ученые пребывали в Армении Которые в разных формах участвовали И все они Все они Восприняли Армению Как родную землю Как родную страну Потому что Многострадальная Армения Своей кровавой историей Очень схожа С многострадальной Сербией Вы знаете, сербы веками были Под турецким Ятаганом Армения в 15-м году Пережила страшный геноцид Об этом тоже Сердские писатели пишут Поэты в своих стихах Они не только Описывают И наш Иереван Матанадаран В этих стихах Мы видим И Саят-Нову И Кучака И Нарекации Но они Одновременно Одновременно Они в своих стихах Описывают Красноречиво С любовью И С теплом Описывают Нашу западную Армению Которую мы потеряли После 19-го года Там видим Озеро Ван Первую армянскую столицу Ван Воспуракан Реку Аракс Все это Очень трогательно Конечно Говорится об этом Имея в виду Что Об Армении Говорят Сербы Которые Духовно Духовно Близкий нам народ Еще хотел бы Я отметить Вот о чем Вы помните Что в 88-м Году В общем Было в Армении Страшное Землетрясение И весь мир Протянул свою руку Нашему народу И среди них Были также Сербские пилоты Которые приезжали Прилетали в Армению Чтобы Протянуть Протянуть Руку помощи Но как вы знаете Самолет В общем Разрушился В армянском небе Весь экипаж погиб Но армянский народ К долгу не остался В честь памяти Сербских пилотов Целого экипажа Построен Мемориальный комплекс На месте Где разрушился Югославский самолет Вот так Армяне Чтут Память Сербских пилотов Я как почетный Консул Сербии В Армении В течение 13 Последних 13 лет Я очень много Сделал Наше консульство Очень много Сделало Для сближения Сербского и армянского народа В культурной сфере Мы организовали Литературные вечера Организовали И конечно В общем Лекции На армянско-сербскую Цель Мы организовали Не только Литературные вечера Я сказал Уже Выставки Организовали Дни армянской культуры В Сербии Дни сербской культуры В Армении И таким образом Консульство Постаралось Сблизить Наши народы И в конце Хотел бы сказать Что венцом Нашей дружбы Сербско-армянской Дружбы Венцом Стало Недавнее открытие Посольства Республики Сербия В Армении Я думаю Что посольство Тоже во многом Будет Стараться Сближение Сближение Наших народов Потому что Нам Сербам И Армянам Не только Сербам И Армянам Малочисленным народам Духовно Близким народам Надо создать Союз Союз Потому что Через этот Союз Мы должны Быть сильны И мощны Потому что Для нас Самое главное Защищать Беречь Самое святое Это для нас Родина наша Значит Ну у нас Еще два выступления Девочки Велики По пять минут Потому что Без четверти Нас Выгонят Значит А вы Представьтесь Завет Хорошо Всем здравствуйте Меня зовут Велена Азовская Я учусь В Московском Государственном Лингвистическом Университете Имени Мариса Тереза На факультете Журналистики Специальность Как Журналист Международник И Сегодня Я хочу Поговорить О В отношениях Которые У меня Сложились С армянским Языком С армянской Культурой В целом И Я изучаю Уже Язык Второй Семестр И Расскажу Какие впечатления И вообще Ну Понятное дело Что Культура Культура Очень богатая Очень разнообразная Как и любой Страны Это логично Но Здесь Все-таки Я остановлюсь Поподробнее И Начну С языка Я Изначально Конечно Не ожидала Того Насколько Армянский Язык Ближе К русскому Ближе К нам И Я Теперь Уже Озумею Что Это Все-таки Одна Семья И Европейская И У меня Было Достаточно Много Трудностей С восприятием Алфавита Но Потом Они В целом Сошли На нет То есть В принципе Можно провести Какие-то Параллели Можно провести Параллели С русским С английским Кстати Поначалу С английскими Буквами Иногда Можно Путать Что-то Но Вообще Конкретно Языка Моя Любимая Вещь Это Наверное Писать Нам Мянском Очень Красивые Буклы Очень Изящные Это Моё Любимое Просто И Как Журналист Международнику Для меня В принципе Важно Изучение Языков И Благодаря Моему Университету Мы Имеем Возможность Изучать Языки Стран СНГ Ну И Соответственно В дипломе У нас тоже Будет прописан Армянский И Конкретно Методики Преподавания Тикина Марцаросян Уже Упомянула Об этом Но Я тоже Добавлю Что Изучение Армянского У нас Не похоже На изучение Любого Другого Языка Возвращает Европейских Языков В основном Там Примерно Один Подход Где Нам Рассказывают Какая-то Теория Мы Это Учим Запоминаем И Так Далее Здесь Мы Все-таки Пытаемся Как-то Углубиться В культуру В понимание И Ну Благодаря Интернету Конечно же В основном Но Все-таки Мне бы Очень Хотелось Поехать В Армению Все Увидеть Вживую И Еще Один Важный Момент Который Я Рассматривала Очень Подробно Я старалась Это Конкретно Музыка Начнем С Этнических Песен Которые Я Сама Исполняю Вот Допустим Для меня Очень заметно Слияние Европейского И Восточного В этих Песнях Это Очень Красиво И Конечно Язык Намного Проще Изучать Ты Слышишь Произношение Слышишь Интонации То Как Нужно Правильно Произносить Звуки Все Буквы Слова И Еще Хочу Упомянуть Про армянских Композиторов Именно Советского Периода Это Изначально Не было Для меня Чем-то Непонятным Потому Что Все Таки В музыкальной Школе Мы Затрагивали Этот Аспект И Все Таки Я Имела Представление Конкретно Три Композитора Это Араву Читорян Руноба Бажанян И Микела Териберди По Моему Мнению Практически Любой Человек Сможет Правильно Воспринять Правильно Ощутить Их Музыку Потому Что В их Мелодиях В их Произведениях Нет Каких-то Таких Замысловатых Пассажей Сложных Ритмических Рисунков Ничего Такого Подобного И Поэтому Их Просто Воспринять И Понять Прочувствовать Вот Допустим Романсы И песни Одного Баджаняна Вот Они Рассчитаны По моему Мнению На более Широкую Аудиторию Этот Жанр Вообще В принципе Лучше Воспринимается Несмотря На то Что у него Был талант К написанию Симфонии Все-таки Он Больше Любил И Больше Писал Романсы Ну И для него Это конечно Было Более Выгодно Потому Что Все-таки Контракты И Прочее Но В любом Случа Он писал Это С любовью У него Был Огромный Талант И он Работал Со многими Великими Артистами Самый Большой Успех Ему Принесла Конечно Работа С Муслимом Магомаевым Его Жизнь Была Довольно Сложна Но У него Была Борьба На протяжении Жизни С Неизлечимой Болезнью Но Все-таки Он Создавал Музыку Которая Поддерживала Людей Которая Дарила Им Радость И Соответственно Он Обладал Успехом И на Родине И далеко За Ее Пределами По поводу Следующего Композитора Я Также Хочу Упомянуть Михаила Теревердиева Он Работал В основном Ориентировался На киноиндустрию Музыкальное Сопровождение В фильмах Это Такие Фильмы Как Ирония Судьбы 17 мгновений Весны Юность Наших Отцов У него Вообще В принципе Рано Проявился Композиторский Талант Еще в 13 Лет В В 1968 Году Юлиан Семенов Написал Сценарий Фильма О советском Разведчике И Показал Режиссеру Татьяне Лиозновой Это Как раз 17 мгновений Весны Работать Над музыкой В нем Предложение Теревердиеву Композитор Изначально Хотел Отказаться Но Потом Когда Прочел Сценарий Согласился И Кстати Имя Михаила Теревердиева Носит Единственный В России Международный Конкурс Органистов Который С 1999 Года Проводится Каждые Два Года В Клининграде И Еще Хочу Упомянуть Раму Хачатуряна Конечно Же Музыка К его балетам Это Те мелодии Которые Слышал Наверное Каждый Хотя бы Раз жизни Самые Знаменитые Это ГНС Спартак Маскарад Там есть Спектакль И Множество Концертов Вокальной Хоровой Музыки Он Был В свое Время Наставником Бабаджаняна Оставаясь Советским Деятелем Культуры Хачатурян Всю жизнь Был глубоко Погружен В армянский Культурный Контекст И Даже Гимн Армянской СССР Написан Хачатуряном В 1944 Основан Именно На Духовных Армянских Песнопениях Шаракана Это несколько не советская вещь Этот гимн И Часто ему Бросали упрек Что он не Композитор А компилятор Что использует музыку Сазандаров Народных Музыкантов Хранителей Армянских Музыкальных Традиций Но Хачатуряна Эти Все вещи Впитывал С детства И Потом В дальнейшем Прекрасно Развивал И делал Основы Для Собственных Симфонических Открытий В общем и целом Могу еще раз Подчеркнуть Наполненность Армянской культуры Возможно Некоторыми Противоречиями Полная Картина У меня в голове Еще скорее всего Не сложилась Но Все таки Я буду стараться Преодолевать Все эти барьеры И Прочувствовать Все эти детали До конца Спасибо вам Спасибо Спасибо Пожалуйста Здравствуйте Меня зовут Долговская Тамара Я Как и Милена Ученица Московского Государственного Дивистического Университета Специальность Переводчик У Тикина Армяне Уже Изучаю Армянский Два с половиной Года Так как Времени у нас Осталось немного Я хочу Перейти К основной Теме Своего доклада И Многие уже знают Что такое Матана Даран Естественно Уникальное Книгохранилище Которое Было Основано В 1920 Году На Основе Коллекции Рукописей Изучим Меринского Монастыря Все мы знаем Что Армения На протяжении Всей своей Истории Располагалась На Путях Торговых И Имела Много Связей С древнейшими Цивилизациями И естественно В Матана Даране Представлены Книги Всех Этих Наций Переводческое Движение В принципе Мы можем Пропустить Три этапа Первый Перевод Библии Остался Шунч Великим Насропом Маштоцем И Исааком Партвэвом Второй Это Опять-таки Перевод Библии И над этим Переводом Уже Целая группа Работала И Лакрос Иностранный Следователь Назвал Именно этот Перевод Королею Всех Библии И третий Это Перевод Философии Древней Греции На Армянский Язык И Самое Интересное Ну вот Представители Переводческого Движения Одни из Самых Знаменитых Месроп Маштоцем Валенаций Ягишей И Ну Прочее И Самое Интересное Что я бы Хотела Вам Сегодня Рассказать Это Связи Армении И России Не только Как Через Культуру И историю Но и Через Язык Да Мы все Знаем Что Это Оба Языка Принадлежает Индоевропейской Семье Но Что Самое Интересное Мы Нашли Общие Корни Общие Приставки И Суффиксы Вот Представлен Список Слов Я Зачитаю Несколько Из Них Одинаковые Или Похожие Слова Это Очи Ачин Сердце Сильт Мыш Мук Варить Вар Мать Майр Очаг Как дом Это Очаг Горе Хюр И Ишаг Это Эш Да Весьма Полезные Слова Еще Одно Интересное Сходство Мы Нашли В Приставке З З С В Русском Благодаря Советскому Союзу Она Стала С В Русском Это З Таурец Старец З Цель Сдержанный Звар Сварить И Еще Целый Список Есть Вот Впрочем И все Что я Хотела Вам Сегодня Рассказать Вкратце Спасибо Спасибо за Внимание Если Не считаю Что она Выступает Выступает На Прекрасных Сцена Рус Да И все Удивляются Как может Русская Девушка Так петь На Армянском Музыке Конечно Это Очень Трогательно Иногда Я тоже Смотрю Что У нас В Ансамбле Это Этнический Наш Ансамбль Который При посольстве Действует И Вот Там Почти Все И русские И наполовину Русские У нас Такая Группа Лингвистическая Нам очень Приятно Что Молодежи Сегодня Много И Значит Девочки Кто Уставлен С докладами Поскольку Мы Предполагаем Проводить В дальнейшем И научные Какие-то Мероприятия То Милости Просим К нам Будем Держать Коси Милочка Дорогая Хочу вас очень сердечно Искренне Поблагодарить За такую удивительную Замечательную Вечер С большим Сожалением Вынуждена Признать Что Все Начато Заканчивается Но мы Продолжим Поблагодарить Всех Кто сегодня Нашел время Прийти К нам В гости Кто выступил Замечательными Докладами Тоже Сожалею Что очень Мало Времени Мы могли Больше Рассказать И пообщаться Обязательно Продолжим Хочу Пожелать Всем нашим Народам И славянским И армянам Мирного неба Успешного Пера И писательского И художественного С тем Чтобы мы могли Творить добро Наложивать мосты И Встроить Взаимопонимание Спасибо Спасибо А я Вам Огромное Спасибо Потому что Мы работали Очень оперативно По-моему Я вас Обременяла Немножко Избыточно Разными Техническими Вопросами Но нам Здесь Понравилось Мы к вам пришли Навеки Поселиться И я думаю Будем работать На дальнейшем Каким-то Проектом Потому что Материала На тему Армяне И славянский Мир Достаточно Много Спасибо Ниночка Всегда ждем Вас в гостях Спасибо 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 Спасибо